Раздевайся, Багира, сейчас будет больно. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Всем привет, друзья, меня зовут Денчик Фломастеров, сегодня со мной Саня Фифа и Рома Рой, и они пришли на мой канал, чтобы я не квикал паки. Но это не точно. Фифа 19 уже полным ходом идет, и сегодня я буду открывать паки, оставлю ли я их у себя, либо же квиксель, но все зависит от меня и от этих парней, потому что сегодня у нас русская рулетка в реальной жизни. Ну что, ребята, правила вы сейчас увидите. Сегодня нас с вами ждет 4 вида кроссбара. Кроссбар сходу, кроссбар головой, обычный кроссбар и секретный, супер кроссбар. У каждого есть по одной попытке, и каждая попытка равна номеру пака. В случае, если нам удается попасть в перекладину, то пак мы можем оставить. Если же мы промахиваемся, то мы открываем пак, и все, что в нем было, просто квикселем. Мы постараемся сегодня абсолютно все приложить максимум усилий, для того, чтобы помочь Дэну, но получится это у нас или нет, вы прямо сейчас узнаете. И начнем мы с вами, с кроссбара, сходу. Я ответственный за первый пак, ребята, и как я уже и сказал, я действительно постараюсь, хоть я и плох в дриблинге, но давайте пробовать. Так, ну что, погнали. Ну что же, мы переместились ко мне домой, и сейчас мы откроем первый пак, который, что немаловажно, мы сохраним, потому что начинать с квиксела как бы не хотелось. И я надеюсь, что выпадет кто-то действительно год на щиточке, волкаут, и кто хотел написать по поводу старты, да, пока что мне FIFA 19 дается очень тяжело, я стараюсь максимально к ней придрочиться, но потихоньку уже начинает получаться. А у нас с вами первый пак, который принесет нихера. Здорово! И мы это сохраняем. Переходим ко второму удару. Ну что, друзья, первый пак мы сохранили, второй пак не факт, что получится сохранить так же, как первый, но я сделаю все возможное, чтобы Дэнчику помочь в эксельность игроков. Я должен попасть. Парни. Дэнчик теряет его. А вот со вторым-то ударом не все так радужно. Рома промахнулся, и сейчас этот пакетик с Дэбрюином мне придется эквиксельнуть. И пожалуйста, давай вот сейчас без глупостей. Ничего хорошего здесь же не будет. Рарный игрок, правда, кто? Форвард, это, ну, пойдет. В целом, ничего сверхдорогого. Здесь мы не квикаем, плюс еще и тысячу монеток у нас с вами останется, плюс квиксель 1800. Нормальный пакетик, честно говоря, получился. Переходим к моему удару. Вы уже узнали, что я квиксельнул, я до сих пор этого не знаю, и надеюсь, что ничего стоящего там не было. Но это паки за 7500. Если вы хотите, чтобы в следующей русской рулетке в реальной жизни мы открывали уже промо-паки, давайте наберем 10 тысяч лайков. вот она. Да, два подряд квиксела, это не то, на что я рассчитывал, но это было, наверное, одно из самых сложных, хотя дальше будет сложнее. Я тоже промахнулся, я тоже не попал, и мне вновь придется квикселить пак, который я сейчас открою, и надеюсь, что здесь, опять же, ничего хорошего не будет, мы просто отделаемся легким испугом. Давай, без глупостей сейчас, ЦАП, ТЭВИС, не знаю, наверное, ничего не стоит, поэтому я спокоен. Прощайте, друзья. Кроссбар сходу у нас с вами закончился, и мы переходим к кроссбару головой. Если честно, мне кажется, что у нас ничего не выйдет, поэтому давайте просто рассчитывать на удачу. Парни, с вас лайк 100%, уже за такое. Я не знаю, как он это делает, но он вновь попадает, он вновь спасает мой пак, и, пожалуйста, давайте, вот сейчас, скипну даже, вот скип, может быть, сейчас скип поможет, пожалуйста, классный игрок, будет в этом паке, правильно? Неправильно. Надеюсь, совсем скоро выйдут промо-паки, и если вы захотите, то с ними мы тоже сыграем русскую рулетку в реальной жизни. Рома, Рой, твоя очередь. Короче, мы оставили еще один пак, командная работа, второй раз уже так сделали, мы команда, мы молодцы, и сейчас я постараюсь еще один пак убрать нахуй. И вновь у Ромы не получается попасть, и вновь это очень опасно, потому что нам до этого ничего не падало, и шанс то, что выпадет сейчас, кто-то намного больше, чем был раньше. Правда, нет, сейчас даже нету рарных игроков, и это мы с легкостью квикнем. Ну, вроде как, здесь ничего прям ценного нету, и сейчас, ребята, мы переходим к моему удару. Я не знаю, что пока происходит, но ни я, ни Рома не можем попасть в перекладину. Это очередной квиксел. блин, какой же я косой. Из шести паков сейчас мы квикселим уже четвертый, и я надеюсь, что здесь ничего не будет, а здесь будет топрак, который, наверное, даже что-то стоит. Жалко, конечно, что мы не можем сохранить это все дело, но такова игра. И мы с вами переходим к самому простому удару с места. Простой кроссбар. Далее у нас попадание в перекладину с места, но давайте третий попробуем оформить. Из-за тебя мы квикселим седьмой пак. Я старался, правда, но вот чутка мне не хватило. Ну ладно, к тебе претензий нет, вот к этому есть претензия. Ты мне уже два пака квикселил. Очередной пак приходится квикселить. Пока что, в принципе, нас проносят, пока что ничего хорошего вообще в паках не падает, поэтому не так страшно, но с каждым новым паком, если мы дальше продолжим в том же духе, может что-то выпасть, и вот сейчас мы квикселим-да на Рому. Мне будет вас не хватать. Рома, ты хоть попади разочек. Восьмого, восьмого, восьмого. Восемь. Число бесконечности, мы сегодня бесконечно много проевываем паков. То Ксаня вытаскивает, и то два. Третий раз подряд. Рома промахивается, и очередной пак сейчас уйдет по квикселлу. Опять же, надеюсь, что ничего хорошего здесь не будет. Рарный игрок. Щиты! Мы квикселим первые щиты. Это, а, это Глик. Это Глик, который вроде как не очень дорого стоит. Ну, две с половиной тысячи он стоит, и нам приходится квикселить первые щиты. Из-за тебя я теряю этого парня. И последний шанс мне попасть с обычного кроссбара. Обычно у меня это получается. Давайте посмотрим, как будет сейчас. И мимо мяч. Опять. Это вновь не засчитывается, и это уже у нас с вами получается седьмой квикселл. Паков я, походу, совсем себе не оставлю никаких. Из девяти только два пака мы сохранили, все остальное просто уходит по квикселлу. Щиты в прошлом паке были, а сейчас Франция форвард, и это Женьяк. И вновь эти ребята у нас с вами уходят по квикселлу. И остается буквально последний удар. Это супер удар. Мы обязаны попасть и сохранить последний пак. Ну что, последний удар. Придет тот человек, который сможет защитить меня, попасть наконец-то в перекладину. Это... Мы обречены. Судьба десятого пака зависит от меня. Я не попал ни разу. Дэнчик ни разу. Что она творит? Аня, мы с тобой сегодня молодцы. Мы сохранили десятый пак и давайте посмотрим, что там. Вот это да! У нас с вами получается попасть по перекладине и благодаря этому попаданию мы сейчас с вами открываем последний пак за 7500. Мы его оставляем. Вот нужно сейчас, чтобы был щиты... Нет, щитов не будет. Англия, центральный защитник Смоллинг. Кстати, неплохой вариант. Мне кажется, он что-то стоит. Да, около 3000 можно его продать и это неплохое завершение. Конечно, мы с вами не поймали никого годного. С другой стороны, мы не квиксельнули никого годного. Паки так себе, честно говоря. Но уж лучше так, чем если бы мы с вами квиксельнули какого-нибудь топового игрока. Ну что, друзья, в итоге мы сохраняем три пака. Десятый пак мы с вами сохранили. Надеюсь, он был самый-самый лучший. Там выпал Криштиан, Роналду или Месси. Это я до сих пор не знаю. Знаете это только вы. Ну что, друзья, я вас поздравляю. FIFA 19 началась наконец-таки. Это значит, что скоро сезон Happy Go Lucky! На самом деле нет, ребята. Happy Go Lucky еще долго не будет, поэтому вы не ждите, не дождетесь. Если, конечно, под этим роликом не наберете 15 тысяч аккаунтов лишних. Искренне надеюсь, что сегодня мы никого ценного не квиксельнули, все хорошее сохранили. Подписывайтесь на канал, ребят, Саня FIFA, Рома Рой, ссылочки есть в описании. И на Ане на Инстаграм ссылочка тоже есть в описании. Переходите, напишите, что она молодец. И на этом все, ребят, надеюсь, ролик вам понравился. Влепите лайк, подпишитесь на канал. С вами был Денчик и его друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok